Наше путешествие в Питер начинается. Сейчас я в аэропорту Платова и будем полетать в Петербург. Субтитры делал DimaTorzok Он поблагодарил Бога. Я тоже сладкий Господи. Приземлелись. Вышли мы из аэропорта. Сейчас ждем батюшку. Хороший батюшка, который участник проекта Батюшка онлайн Александр Нефедор. Отец Александр. Он проявил такое добродушие. Нас сейчас встретит. Мы с ним съездим в Академию вместе с отцом Олегом. Отец Олег это будет видеть YouTube. И там обозначимся и пойдем молиться. Все буду показывать. Мы сейчас в метро. Едем уже к Савиский собор. Вообще, честно говоря, меня удивило метро здесь. Смотрите, видите, как везде комнатки как будто какие-то перекрытые. Я сначала был, где метро? Я слышу, что идет звук метро едет, а где непонятно, как комнаты какие-то. Я же никогда в Питерском метро не был. И отличие, кто не был в Питере от Московского метро, в Москве они кольцами. И они пересекаются. Можно там на одно кольцо сесть, переехать на другую ветку. А здесь они как улочками, что ли, пересекаются как-то. Вот интересный такой момент. Ну, а идем с отцами. Идем на другую ветку. Отец Кирилл, мой однокурс, отец Олег. Мой однокурс и отец Александр, участник проекта Батюшка онлайн, Матюшка онлайн, видеотрансляции. Он очень добродушно отнесся к нашему приезду. Встретил нас в аэропорту с отцом Олегом. И вот сейчас ведет нас к мощам. Дальше уже, наверное, к мощам. Вот что-то уже похоже и на московское метро. Не как комнатки. Ну, такая вот уже и в метро определенная архитектура. Это площадь восстания, наверное, декабристов. Сейчас мы были на станции метро Адмиралтейская. Это самая глубокая станция в городе Санкт-Петербурге. Какая еще одна клуб же есть в России, я не помню, если честно. А так сейчас двигаемся. Сейчас мы идем из Сайкиска к собору. Поездили мы по метро. Я вам представляю, это одна из подписчиц моих самых верных, любимых. Назовитесь, чтобы... Галина. Мы потом, я, может быть, ссылочку напишу. Как минимум в Инстаграме так точно напишу. И потом дальше еще мы в собор сам придем. Сам собор вам покажу. Пока мы вот собираем такую боголюбимую пасту. Это улица Гороховая. Значит, пять улиц выходят на Адмиралтейство. Впереди Адмиралтейство. Раньше она называлась улица Дзержинского. Потом в 80-х годах нам даже посылали письма. Согласно переперименовать, что была по имени певца Горохова, которая была названа, мы говорили, сказали «да». И вот теперь она Гороховая. Исаакиевская площадь, правильно? Исаакиевская площадь. Мы вышли. Галина. Вот. Я так предполагаю, что это администрация, да? Да. Галина. Санкт-Петербургская. Санкт-Петербургская. Администрация. Вот. И вот мы с вами выходим на Исаакиевский собор. Пожалуйста. Красота. Мы подошли к собору. Тут уже вот такой огромномасштабный. Ну вот, для сравнения, такие фигуры, да? Вот смотрите. Это вот по пояс мне перила. Фигуры больше моего роста. Огромный просто. Чтобы попасть в собор, нужно вот билет купить, поскольку это музей, поэтому покупать билет. А на службу уже в 4 часа или литургию уже заходит бесплатно. Это вот для поддержания всей этой огромнейшей архитектуры. Мы рады вас приветствовать в Исаакиевском соборе, крупнейшим памятником монументально-декоративного искусства 19 века, одном из самых ярких памятников русской архитектуры. Меня зовут Михаил, и на ближайшие 40-45 минут я буду вашим собором. Сейчас с вами находится центральная часть зала, площадь которой строится 3000 квадратных метров. Исаакиевский собор строился придет с 1818 по 1858 года архитектором Агюстом Марцераном. Здание собора, в котором мы сейчас с вами находимся, как уже четвертая, которая носит название Исаакиевская церковь или Исаакиевский собор. До этого таких зданий у собора было 3. Давайте мы о них сейчас более подробно поговорим и пройдемте, пожалуйста, к нашему первому стенду. То есть, что, пара экспресс-экспрессии, мы любим все. Так строительство Исаакиевского собора восходит очаг эпохи Петра Великого и основания Петербурга. В 1703 году была построена Адмиралтейская вера для строительства коровей Балтийского морского флота. Рабочему отверстию необходима была церковь, поскольку церковь всегда была важным местом для жизни любого человека, но никаких религиозных заведений это сверху соблюдение оказалось. Поэтому Петр Первый распоряжается по неделу чертежный амбар площадью 9 на 18 метров и назвать его в честь своего небесного покровителя, святого Исаакия Далматского. Первая Исаакиевская церковь была священа 30 мая 1707 года, день рождения Петра Первой, памяти Исаакия Далматского. А так и затем в 1912 году, когда Петербург станет столицей российского государства, старая церковь уже не может находиться в чертежном амбаре. Петр повелевает построить новую церковь, уже каменную. Она была священа в 1027 году, однако церковь была построена ближе, очень близко к воде, что было очень неудобным расположением. Точно так же и в 1043 году в церковь случился пожар. Восстановление она уже не подлежала, ее в итоге разобрали. Попытки строиться 3-й Исаакийской церкви возникли во время правления императрицы Екатерины Второй проектировался такое красивое здание проекта Винченна Атонио Генальди. Но, к сожалению, новый император, ее сын Екатерины Павел I приказал построить уже другое здание, более простое, чем первое. Это здание было построено по проекту Винченна Бренов и освещено было в 1802 году. Уже при новом императоре, который почти сразу же объявляет конкурс о его перестройке. Единственным пожеланием императора было сохранение старой части с Востока, старой алтарной части в новом храме. Вот эти алтары, которые вы видите, это часть старого третья Исаакийской церкви. Император пожелал такое, у него было такое условие. Ни один из архитекторов не мог этого сделать. Два конкурса вообще прошли безрезультатно. В итоге, после окончания Отечественной войны 1812 года, новый начальный комитет обограда строительства Вкусин Бетанкур нашел архитектора, который смог выполнить, это единственное условие императора, невыполнимое для большинства архитекторов, сохранить старую алтарную часть в новом храме. Этот архитектор назвали Аюс Монферранум, то есть, именно такой проект нашего нынешнего Исаакийского собора, который был утвержден 29 февраля 1818 года. С этого момента начинается строительство нашего нынешнего собора. Об этом нам расскажут соседние страны. Подписывайтесь на него, пожалуйста. Что ж? Троительство Исаакийского собора велось в Акурат, на том же самом месте, где была третья Исааковская церковь. Фундамент был использован старый, только к этому фундаменту еще прибавили 12 тысяч свай, которые вбивали в землю. В землю. Это были свай деревянные сосновые, 6,5 метра, которые вбивали в кочу, в блатную другую другую кожу, пока свай не переставали входить зебры, в промежутке именно свай с пареутрамбованным привесным углем. Чуть выше было положено 2 деда гранитных бит, а еще выше каменная кладка, скеплена известковым раствором. В местечке Питер Лакс, неподалеку от Выборга, началось изготовление гранитных монолит для будущих колонн, для портика будущих колонн. Работу руководил сам Тон Цифанов, который находит оригинальный способ вырубки этих монолитов. В скале вычерчивают контурбурничные заготовки, по его периметру высветливают отверстия, куда рабочие вставляют железные клинии, в ламбовый гранитный блок, вставляют по строительной площадке, где колонны шлейфы полируют перед этим окончательной формой. В первую очередь, колонны были установлены на портиках собора. Удалось это сделать с помощью уникальной, оригинальной конструкции лесов Акустина Бетанкура. Это трехпролетное сооружение, перекрытое мощными деревянными балками. Ведет всем, как дать добро на установку такого сооружения. Бетанкур должен был представить модель этого сооружения император уже Николаю Первому. И только после того, как Николай Первый дает добро, Бетанкур начинает строительство этого сооружения для подъема колонн. Модель находится у нас в свободе. Пройдемте к ней, пожалуйста. Пройдемте к ней, пожалуйста. Пройдемте к ней, пожалуйста. Пройдемте к ней, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Мы с вами сейчас находимся в центральной части зала, в том числе 4 тысячи квадратных метров. Изначально строительство из Эйкесского собора было задумано как грандиозное, поскольку он должен был стать главным капитальным собором страны. Поэтому на его отделку было затрачно 23 миллиона рублей серебром, если это целиком выделяется из государственной казны. Глубная пространство из Эйкесского собора имеет влочность 4 тысячи квадратных метров, в отделе цена 3 нефа, 2 богатых нефа, где мы только что были, и один центральный неф, который находится с вами вот здесь. Нефа указывает 4 больших пилона, пилона это столпы, на которые держится сам угол собора. Уникальный из Эйкесского собора, в первую очередь в том, что внутреннее пространство вынуждено в стиле эклектики. При этом он богатый крашен декоративным камнем, на оформлении рыбок и мозаикой. Эйкес создает очень богатую и насыщенную цветовую гамму, что и соответствует стилю эклектики. Уникальность Эйкесского собора в том, что в эйкесском虾 в Одессе было появлено аж 17 пород декоративного камня. Перед вас внимание на пол собора. Он был выдержан из 2 속опров мрамора. Свет,ла серый и темно-розовый и свет Афгельского мрамора. Свет,ла розовый и свет, атифгийского мрамора. Эти 2 сорта мрамора добывались в инкетане с современной Карелией. Но помимо мрамора отечественного месторождения, внутри собора присутствуют и зарубежный мрамор. Свет,лаOn внимание на стены собора не были выполнены из 3 сортов мрамора. Светы мрамор серовеца, желтый мрамор сугенский, зеленый мрамор генуэзский. Эти три сорта мрамора добывались на территории современной Италии. И краса собора, еще на десятью колонн из Малахита, две колонны, обрамляющие царские ворота, были выполнены из Багдашанского лазурита, пневмезионные из Афганистана. Эти дослуги мастеров Петерговской гранильной фабрики. Колонны из Малахита и лазурита выполнены в медном русской мозаике. На глинину ли мед на основу колонны накладывали стой мастики, на ней носили тонкие пластинки Малахита или лазурита. В тем, колонну шлифовали и полировали до той степени, что не видно было даже швов. А в Центризан мы видим орнамент форме розы из тевдийского мрамора. Пойдемте сейчас к нему поближе. Мы с вами здесь находимся в центре нашего зала. Посмотреть просто по сторонам, и вы увидите, что те соборы были украшены живыми. Все для любого православного храма были украшены живыми. Это уникальная коллекция русско-академической живописи с 1-19 века. Вся живопись в Сободе выпала в росте русского академизма. Что это означает? В центре картин расположен главный герой, но расположен в центре. Остальные чуть сбоку в так называемом воображаемом треугольнике. Световое решение всех работ академическая трехцветка. Света белый, синий и красный тона. Всего в Сободе 103 настенные росты сотрудило 22 художника, такие как Карл Павлович Брилов, Федор Васильевич Басин, Тимофея Деевич, Федора Антона и Круни. Они были профессорами Академии художества. Всеми живописными работали с собой, руководит ректор Академии художеств, как Василий Кузьмич Шибун. Поскольку оформление собора проходило при Николае первым, художники работали подробным с контролем Совета Академии художеств, Существенного Синода и Самовой Императором. Устанавливалась строгая последовательность в санитях работы. Через золотой эскиз, небольшую личную работу, тем не золотой картонной, в натуральной личности вся работа. И только после цены эскиз и картонных, которые смогут быть в санитях всей самой работы. Все работы в Сободе были выполнены, конечно, на библейские и евангельские сюжеты. В западной части может быть тюжет Ребетского Завета, то время, когда мир еще не знал Христа в западной части. То время, в восточной части, это тюжетов Нового Завета. Время жизни Христа. Мир начинает. В западной части сгрожены работы, начиная от сотворения мира. В центре западной стены, на западной двери у собора, большая работа, уже выполнена на всю грамоту Нового Кингуни, называется «Шестой день сотворения мира». На шестой день Бог создал мужчину и женщину и сказал, пусть у них будет много детей, пусть у них живут в этом мире, в котором он только создал. Это шестой день сотворения мира, на мой день Бог отдыхает. Другая работа Федора Анатольевича Бруни находится прямо над баней, площадью 250 квадратных метров. Называется это работа «Видение пророка Иезекиля». Пророк Иезекиля живут в исполнительных ростах Христос, в том числе и самых ярких его утверждения, воскрешения и старства мертвых. Пророк Иезекиля стоит на камне, внизу видит человек спят, старших небно врачейскую взорву. Скорее оценки покрываются плоти и кожи, с ним выращаются духа, не встают и поднимаются из могилы. И выживший курант, если не ему даже взгляд голодит. Вот все яркие мессийские характерства, бочек весь в виде титрахеров. Всей самой работы. Другая яркая работа Федора Анатольевича Бурни и Суруни расположена прямо сзади вас. Это работа «Страшный суд». «Страшный суд» Работа 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 «Страшный суд» Работы «Страшный суд» Работа «Страшный суд» Маляючийся Богоматерь С одной стороны фигура ангела, а с другой стороны. Все композиции поддерживаются облаками, которые тоже поддерживаются ангелами. С чуть нижими фигурами ангел за жен 12 апостолов. Апостолы – это ученики пса, который следует всем учителям повсюду. Еще ниже, в треугольниках или парусах, на изображении четырех евангелистов Марка Матрея Луки и Иоанна. Завершается композиция в треугольном изображении сцены «Крестового страдания». Эти работы были выполнены Карлом Пауловичем Рудеуловым в совместно с Петром Васильевичем Басимом. Но, к сожалению, в ближайшее время к освещению Сайдковского собора и некоторой живописной работой уже пришли. Комменты Алтекии приходят в некладное состояние. Этикина была холодной, где рвут шлифы, и, к сожалению, еще не было ни живописной свободы, ни живописи, ни даже самих удобств. Банферана уезжает лечиться в Италию. Потом умирает, уже приезжая сюда, после освещения Сайдковского собора. Карлос Паулович Битов тоже уезжает лечиться в Италию, и уже не возвращается. Это выделал Манферана к обращению к альтернативному источнику выражения живописи, один из которых становится Мозаика. Мозаика – это как вечная живопись, она не подвержена перепарам температуры, а в случае качественного исполнения может стать точной копией живописного оригинала. Изначально в Сайдковском соборе все работы планировалось перейти в Мозаику, но приедут только два деталя Мозаика Анастаса, икону Тайная Вечия. В Мозаику появились образы четырех маргелистов Марка Матвея Луки и Иоанна. Остальные работы в Мозаике не смогли помещать Первая мировая война. Первая мировая война. Давайте мы сейчас к одной из мозаик с вами подойдем. Пройдемте, пожалуйста. Давайте к этой Мозаике подойдем лучше. Итак, перед вами Мозаика, которая называется Тайная Вечия, выполненный по оригиналу Шестафора Дуси. Уже в Тайной Вечере все. Итак, Мозаика изготавливается из кубиков смальты. Смальты – это склад всегда с различными металлическими элементами. В зависимости от состава и перехранения этих элементов, возможно, получение смальты абсолютно любого оттенка цвета. Как изготавливается Мозаика? На окремленном металлическом рамо-бетонном плиту заливали гипсом. На нее найти точную копию живописного оригинала. Затем потихоньку скалывая гипс, заменяли его смальты в зависимости от цвета и размера. Мозаики шлифовали и полировали до той степени, чтобы не видно было никаких скликов из швов. Уже Мозаика – Тайная Вечер. Выполнение копиралских напор от Узни. Сюжет Тайной Вечер всем хорошо знакомый. Иисус пьет Пасхой, собирает своих учеников перед собой и говорит, «На твои последний день, завтра один из вас мне передаст. Иисус говорит, это не я, это не я. И даже Иуда, который говорит, только не я, наш Хрицос ему отвечает, ты сам знаешь. Вспоминайте обо мне, ешьте хлеб, это тело мое, ветер видной, это кровь моя, вспоминайте обо мне». После чего уж ты все в Гевсиманский сад молиться. О чем главная чертальная вещь? Главный чертальная вещь о том, что Иисус знал, что его предадут, и даже знал, кто это здесь. Ну, по-моему, живописи мозаики, важной методом внутри Бранца, конечно же, является скульптура. Скульптура нашей Сободе крайне богатая и разнообразная. Это ангелы, апостолы, пророки, размещенные везде. Это определенный декор размещенных в Семен. Все скульптурные работы в Сободе принадлежали скульптуру Ивана Петровича и Виталия. Вместе с твоими помощниками это более 300 скульптур для нашего Собора. Все скульптурные работы в Сободе были выполнены медным гальванопластиком. Туркосов, инженер Борисов, он очень яркий фобик. Что такое метод гальванопластика? Витого форума будущей скульптуры помещают в разбор медного фабороса. К ней подключается анон, на гости многодот электробатареи. После пропуска разряда электрического тока медь тонким слоем возиться на форум будущей скульптуры 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 скульптурой получается очень легкими. Прекрасно пересочитание архитуры скульптуры в предсказки барабан Бахвакути. Апостолумбитель 12 ангел они другими в церкви. Пилясты и окна обращающие единый версия еще из композиции Кана Палыча. Богоматер Дваслави. Заряжается композиция голубь скилпстого духа выполненный метод больмаропластики но под тем тем не медью, а селепром В городе в забору служит три дведи с северно-южной и западной стороны зданий. Дведь северная нам рассказывает архитерианство Византии центральная тема посвящена житьям Исааки Далматского и Николай Чудотворцев. Дверь Южная — это «Присянцы на Руси» Жития Владимира Киевского, Александра Невского. Мы с вами сейчас продолжим уже двигаться. Мы будем двигаться уже как на Астасу, и у него уже остановимся. Пройдемте, пожалуйста. Вроде как... Да, мрамор хороший, да? Угу. Самое удивительное, что ты это воспринимаешь как норма, а на самом деле это просто не тот момент. Иссааки Далматского Иссааки Далматского Иссааки Далматского Иконостас сильно отличается от канонической правилов, что православная церковь так пожелал Монферран. Он пожелал сделать так, чтобы в Иссааки Далматском соборе было в первую очередь храм государственный, храм царский, а уже потом храм православный. Поэтому первое деда Коностаса он распорядился сделать, посвятить святым соимённым императорам, кто до которого строили все четыре собора. Это святой Николай Чудоковец Николай Первый, святой Павел Павел Первый, другой стороны святой Пётр Александр Невский, Александр Первый, Александр Второй, святая Екатерина Екатерина Вторая и святой Пётр Пётр Первый, выплыли под геналом Тимофея Деевича Нефа. Второй, это Коносаса. Это святые соимённые члены императорской семьи, выплыли под геналом брата Карла Павловича Балилова Фёдора Балилова. Третий, это Коносаса, прадцы и пророки, деятели церкви Дорждества Христова, выплыли Симуром Живаго кистью на холсте. Если вы посмотрите непосредственно прямо от царских ворота, то вы увидите витражный образ господина на фоне жёлто-голубого неба. Это витражник, который возбуждает многим грамминской королевской плавой, витражный образ господина на фоне жёлто-голубого неба. Витражный образ господина на фоне жёлто-голубого неба является самым большим в России, и один из самых больших в Европе. Он изображает господина в католическом обличье в красной мантии, в армии черпицы запрещения Руси в 20-м году. В другой стране, вы можете видеть плавную цель нашего собора Тиконской иконы Богоматери. Раньше нам был упрашен одни заповлет драгоценными камнями. А судьбе собора после овала священия уже последнего сцены пройдём, каким он пошёлся. Мы потом помолимся, подойдём, всё дослушаем. Не старайтесь так, как всё правильно говорят. Не стал он поправлять. А Тикон, мол... Смущаясь, народ скажет, батюшка, вы мучество молодого. Ну да. Да ему возможность от работы святить. Пусть, пусть знает. Пусть стоит. Это место очка оставлена для молитвов. Угу, хорошо, туда пойдём. Вместе с ним ажи от задержания Исаакевского собора Вместе с ним ажи отраждался, и это т heavenly дночатка. Исаакевский собор всегда плачет человек, независимо от своей веры и исповедания. Император ежегодно определял смена расходов на задержание Исаакевского собора. Исаакевский собор всегда поддержал императорской власти. Именно императорская власть, государственная поддержка была ключевой в Исаакиевском соборе. Ведем в фотографии рассказов Исаакиевского собора в те годы. Как раз самым главным праздником, который праздновался, был 30 мая, годовщина освящения Исаакиевского собора, который праздновался с огромным большим размахом. Был организован пределок местный ход, который вы сейчас видите на фотографии. И сегодня Исаакиевский собор является одним из ярких главных сил в нашем городе. Помимо музея на процветительской работе, в Соборе еще совершается его дослужение. Они проходят ежедневно, кроме среды 8 и 16 часов. Также в Исаакиевском соборе приходят концерты классической духовной музыки. Они проходят в Соборе обычно в каждые две недели по свету. Сперед вами фотография, рассказывающая о жизни собора сегодня. На этом наша с вами экскурсия подходит к концу. Спасибо большое за внимание, что у вас остались вопросы и задовольство на них вам отвечать. Мы пришли в правый предел, влево мы помолились, но и не мог и снимать и молиться одновременно. Вот что-то я никого и не попросил. Ну вот мы в правый предел пришли. Экскурсия у нас закончилась. Надеюсь, я там по звуку что смогу вам выровняю. Бачка Александр. Ага. Вот такие вот, посмотрите, всякие. Очень красиво. Мрамор различный. Сказали 17 видов камня использовано в этом храмостроении. Мы подходим к памятнику Петра Первого. Вы помните, его сразу, наверное, узнаете по фильмам Ленфильма. Петру Первому и Кистилья Вторая. Вот такой вот памятник. И здесь вот уже набережная. Это у нас, как называется сад? Александрский сад. Александрский сад. Это вот здесь мы недалеко отошли от Исаакиевского собора. Там вдалеке видите красоту. Петропавловка сияет, шпиль Петропавловский собора. Это камера серая. Купола вот эти вот. Вот. Ну и туда чуть-чуть посмотрим, что это у нас тут. Очень красивая архитектура везде. Идем мы на Дворцовую площадь. Вот здесь вы за мною видите. Правда, отсвечивает. Эрмитаж. Ага, вот сейчас нормально. Эрмитаж. И вот она эта площадь. Площадь. В общем мы едем. Ни в тесноте, ни в обиде. Глубоко вдохнули. Но едем с отцами дальше. Это Петропавская крепость. Оттуда начинался ветер. Питер. Мы едем сейчас в Ксении Петербургской. Немножко пришлось разделиться с Галиной. Чтобы поехать в эту сторону. Так, мы идем уже. Да. Это у нас кладбище Смоленское. 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 Есть Смоленский храм. Есть Смоленский храм. Будет. И здесь. И здесь будет. Будут находиться мощи Ксении Петербургской. Ксении Петербургской. Ксении Петербургской. Редактор субтитров Д HDD. Продолжение следует...